Всем привет, девочки! Я думаю, это видео для вас. Мальчики не делают заготовки из баклажан. Покажи, пожалуйста, баклажаны. Сегодня я опять буду готовить заготовку, я не знаю, этот салат мама называла, или как баклажаны называла, просто остренькие. И сколько я себя помню в детстве. Этот салат у нас присутствовал зимой на столе, потому что мама его очень-очень часто готовила, в смысле каждую осень она его готовила, заготавливала. И сейчас я вперед показывала рецепт по рецепту свекрови, который я готовила, а сейчас вообще рецепту не весь сколько лет, наверное, лет 40. Но он, конечно, у меня записан в поваренной моей книге. Салат из прошлого века. И я его начала готовить. Он готовится вот вообще вот просто на раз-два. Для меня это вообще очень быстренький. Но у меня муж его не, как бы сказать, не очень любит. По какой причине? Он очень острый. Я его готовила всегда остроты малого клава. Сегодня я положу два стручка горьких перца. Я его приготовлю всего 4-5 баночек. Ну, посмотрим. Смотрите, что я сделала. Я взяла 4 головки чеснока. У меня чеснок не очень крупный. Машка полетела, да? Давай, сделай. Это яблочек мы накупили домашних. Ну, вот это вот это самый крупный был. И я его порезала слайсами. Я не знаю, почему мама резала его слайсами. И я поэтому не заморачиваюсь. Потому что делать не чего было. Вон свою мельницу для чеснока и вперед. Я буду готовить, как мама готовила. Как-то муха. Анекдот про ту муху. Моя бабушка билась-билась, мама билась. Теперь я бьюсь. Вот и я готовлю. А пистикола, да? Да. Кстати, я одела мамину кофточку из прошлого. Так что... Назад в будущее. Сегодня у меня все в прошлом. Ладно. Девочки, извините. Не по теме. Может, вам не нравится. Будут писать мне. Болтаешь слишком много. Короче, режу я чеснок слайсами. Я его не завешивала. Ну, смотрите, как вам будет нравится. Нравится вам острая? Режьте побольше чеснока. Я уже сказала, я 4 головки взяла. Теперь, девочки, я взяла зелень. Зелени у меня немного. У меня пол-литровые баночки. У меня здесь петрушка и вот прям совсем-совсем мало-мало-мало укропа. Я ее тоже покрошу. Можете вообще взять свою любимую зелень. Я еще добавлю замороженный укропчик сюда. А листья банана можно добавить? Листья банана? У меня нет листья банана. Не мешай мне. Всегда мне мешаешь. Так, теперь у меня тут вот горький перец. Я прям его с семенами, видите, я кружочками режу и с семечками буду класть. Вот этот я пока не буду крошить. Он очень острый. У меня сейчас руки 100% острые. Также я взяла перец горошком. Это когда я буду закрывать, он мне понадобится. У меня уксусная кислота 70% девочки. И вот сюда я налила полтора литра воды. Насыпала вот у меня тут измельченный лавровый лист. И сейчас, девочки, это у меня будет рассол. Я им буду заливать баклажаны. Я специально заранее все сделала. Я сейчас сюда насыплю три ложки, вот видите, с горкой соли. Девочки, я уже себя девочкой начинаю чувствовать. Ты? Девочки, девочки. Оператор, три ложки соли я насыпала. Также вот смотрите, у меня на столе тут зонтики укропа. Вот у меня тут подсохший, здесь у меня как бы еще свеженький не подсох. И это у меня в баночки пойдет. Сейчас что я делаю? Баклажаны я помыла, сейчас я их порежу. Вот если у меня будет больше 4-5 баночек, я закрывать не буду. Я эти баклажаны оставлю. Смотрите, тоже я их режу, ну, примерно по одному сантиметру. Побольше можно. Но меньше нежелательно. Банки все расползутся и будет не очень хорошо. Поэтому я режу покрупнее. Вот так я порезала. А сейчас я пойду это все обжаривать. Тут и вот у меня на заднем плане овощи. Это я планирую тоже снимать видео и вам показывать. Ну, как получится у меня. Загад не бывает богат, но постараюсь, по крайней мере. Сейчас у меня баночки в духовке на 100 градусов. Вот у нее банки стерилизуются 100 градусов. Видите? Какая разница? Воду туда заливать 100 градусов или они будут обдаваться горячим воздухом 100 градусов. Поэтому стерилизация проходит прекрасно. Я тоже вскипятила уже раз. Перед тем, как закатывать, я еще раз их вскипячу. Сейчас я наливаю сюда подсолнечное масло. И у меня нагревается сковорода. Я буду обжаривать с двух сторон кружочки баклажан. Все, девочки, я начинаю обжаривать баклажаны. Девочки, я дожариваю баклажаны, так как камера у меня на три ножки. Масло, видите, сколько ушло? Ну, сами понимаете, ну, наверное, больше, чем пол-литра, 600 грамм, наверное, ушло масло. Баклажаны очень любят масло. Нереально просто. Так, вот здесь у меня кипит рассол. Почему я сделала именно на полтора литра? Для того, чтобы мне точно хватило. Достала горячущие банки. Смотрите, я вот зелень показывала, что я крошу. Теперь я сюда вот этот вот чеснок опускаю в эту же тарелочку. И вот тут я замороженный укроп достала, ложку с горкой. Так, и так как я решила, и решилась в этом году сделать их совсем острые, вот я добавлю еще один перец. Я это все перемешаю, чтобы ложкой класть. Теперь смотрите, я опускаю зонтик укропа. Перчик горошки. Ну, я не знаю, сколько тут попалось, 7, 6, 7. И начинаю класть баклажаны в банки. Наверное, буду по 3-4 штучки. И вот этой вот зеленушкой посыпать. Так, до верха я потом разложу. Следующую баночку также. Ну, как вы уже поняли, 3-4 штучки. И следующую, и так все. Ну что, девчонки, как я точно, как я и планировала себе 4 баночки закрыть. Сильно баночки не утрамбовываем. У меня как раз все, хватило всего. Масло я тоже сюда солью. Все, и сейчас я это буду заливать рассолом и закрывать крышками. Так, девчонки, принесла рассол. Заливаю в баночку аккуратненько. Девочки, залила горячим кипятком. Теперь, значит, наливаю уксусную кислоту. И закручиваю. Пол чайной ложечки я наливаю. Девочки, как я и планировала, 4 баночки я закрыла. Сейчас я их укутаю в тепло до утра. И на этом наше видео заканчивается. Вы увидели, как моя мама готовила баклажаны, как я сейчас готовлю. Если вам понравилось это видео, то обязательно, обязательно ставьте мне лайки, пишите комментарии. Я буду очень вам признательна и благодарна. А на этом я с вами прощаюсь. До следующих видео. А следующее видео я постараюсь снять, как я заготавливаю вареные баклажаны. Не пропустите! Ну, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok